Девушки отдыхают Вы только посмотрите на моего компаньона и ассистента Этот уничтожитель зерновых и бобовых Не только не помогает мне в популяризации Столь почитаемой мною и вами, конечно, математике Но еще и издевается Да ладно тебе, шучу я Покушал вот и потянул на юмор А правда, скажи, что это ты делаешь? А я, дорогой мой циркуль Пытаюсь понять, как лучше ответить на вопрос Ольги Сухановой из поселка Вазерки Вот послушай, что она нам пишет Здравствуйте, профессор И мой любимый циркуль Мне очень нравится ваша программа И я даже стал лучше разбираться в математике Раньше у меня были тройки А теперь четверки И даже пятерки Молодец, Оля А у меня вопрос такой Можно ли измерять расстояние без линейки? Ведь она не всегда бывает под рукой Ольга Суханова, поселок Вазерки Вот вопросик Даже смешно, правда, профессор? Нет, Оля, нельзя Пожалуй, пора отдать тебя в какой-нибудь школьный живой уголок Ты только дезинформируешь нашего телезрителя Не слушай его, Оля Конечно, измерять расстояние можно и без линейки И сейчас я тебе и другим нашим любознательным зрителям Расскажу как Действительно, различные измерительные приборы Не всегда находятся под рукой Мерить более или менее длинное расстояние Например, во время прогулки или экскурсии Проще всего шагами А чего там уметь-то? Раз, два, три, четыре, пять Вышел в циркуль погулять Ты уже один раз ответил, Оля Так что прошу тебя, не мешай Ну и ладно Для того, чтобы измерить расстояние шагами Нужно знать длину своего шага Ну, конечно же, наши шаги не одинаковы Мы можем делать мелкие шажки А можем шагать и широко Но всё же при обычной ходьбе Мы делаем шаги приблизительно одной длины А как узнать длину своего среднего шага? Для этого нужно измерить длину нескольких шагов И вычислить длину одного Но тут уж, правда, без измерительной рулетки нам не обойтись Измерьте, скажем, ну, вот такой вот Рулеткой в 20 метров Пройдите это расстояние обычным шагом И сосчитайте число шагов Ну, вполне возможно, что у вас шаг не уместится целое число раз на отмеренной длине Тогда, если остаток короче половины шага, его можно просто откинуть Если же длиннее, прибавляем целый шаг Затем, разделив эти самые 20 метров на количество шагов, получаем среднюю длину шага Это число нужно запомнить, чтобы, ну, когда возникнет необходимость, пользоваться им для измерения пройденного расстояния Ну, а что касается измерения предметов, ну, скажем, средней величины То, не имея под рукой рулетки или линейки, можно поступать так Надо натянуть веревку Коллега, можно у вас попросить веревочку? Благодарю Итак, надо натянуть веревку от конца протянутой руки до противоположного плеча У взрослого мужчины это расстояние равняется приблизительно метру Давайте проверим Вот наша веревочка Берем рулетку Натягиваем веревку Смотрим Действительно метр Другой способ получить примерную длину в один метр Это отложить по прямой линии шесть расстояния между концами большого и указательного пальцев, расставленных как можно шире У вас, ребята, это расстояние в среднем равно 16,5 сантиметрам Ну, а у взрослого человека это примерно 20 сантиметров То есть надо отложить взрослому пять расстояний Смотрите Раз, два, три, четыре, пять Отмечаем Берем рулеточку Смотрим Все тот же метр А давай мы и лапки измельем Прости, циркуль, но боюсь, эти данные нашим ребятам не понадобятся Ну вот Запомните некоторые постоянные величины Например, диаметр Пятирублевой монеты Это Два с половиной сантиметра А длина Десяти Пятидесяти и сто рублевых купюр Равна Пятнадцати сантиметрам Так что, вооружившись всеми этими знаниями Вы безо всяких линей и корулеток сможете измерять в сантиметрах, метрах и даже километрах Но, конечно же, только в том случае, если вам нужно приблизительное расстояние Для определения точных размеров и расстояний без измерительных приборов, к сожалению, не обойтись А не пора ли нам, дорогие друзья, проверить нашу электронную почту? Нам пишет Андрей Лёнин из Самары Здравствуйте, профессор Круглов Когда по радиотелевидению передают прогноз погоды, то говорят, что выпало столько-то миллиметров осадков Почему дождь, то есть воду, считают в миллиметрах? Как это понять? И сколько нужно миллиметров, чтобы полить бабушкин огород? Дорогой Андрей, спасибо за очень интересный вопрос Сейчас я попробую тебе всё объяснить Ух ты! Дождь будет собирать! А мы не промокнем? И как мы всю дождевую воду соберём? Не волнуйся, мой дорогой Циркуль Мы не только не промокнем, но мы даже из кабинета нашего не будем выходить И не понадобится нам собирать всю воду, которая пролилась бы на землю дождём Достаточно только узнать толщину того слоя воды, который образовался бы на земле Если бы эта вода не растекалась и не впитывалась в почву Кстати, поскольку измеряется именно толщина слоя воды Расчёты и ведутся в миллиметрах Для этого достаточно поставить на открытое место, ну, хотя бы ведро Но только с отвесными стенками Если ведро будет иметь форму конуса, то у нас получится принцип воронки И частота эксперимента будет нарушена Когда дождь кончится, измерьте высоту уровня воды в нашем дождемере Но когда будете измерять, помните, что отсчёт расстояния на линейках начинается не с нуля Вот видите, тут ещё есть место Так что лучше измерить толщину воды, например, проволокой или спицей А уже потом длиной этой проволоки или спицы – линейкой В наших лабораторных условиях для наглядности используем стеклянный сосуд с подкрашенной водой И деревянную палочку Итак, измеряем Что же показал наш дождемер? А он показал слой воды, равный четырём миллиметрам Так мало? Этим огород не польёшь Напрасно, ты так думаешь, циркуль Но давай займёмся нашим огородом Андрей, к сожалению, не написал нам размеры бабушкиного огорода Но предположим, что он имеет 40 метров в длину и 24 метра в ширину Итак, длина огорода 40 метров А ширина – 24 метра Толщину водяного слоя мы знаем Теперь сосчитаем, сколько кубических сантиметров воды стояло бы на каждом квадратном метре огорода, если бы вода не впитывалась Один квадратный метр имеет 100 сантиметров в длину и, соответственно, 100 сантиметров в ширину И на нём стоит слой воды в 4 миллиметра, то есть 0,4 сантиметра Значит, объём такого слоя воды равен Запишем 100 умножить на 100 умножить на 0,4 равно 4000 кубических сантиметров Надеюсь, друзья, вы помните, что 1 кубический сантиметр воды весит 1 грамм Следовательно, на каждый квадратный метр огорода выпало дождевой воды 4000 граммов То есть 4 килограмма Равно 4 килограмма Всего же в огороде 40 умножить на 24 Равно 960 квадратных метров Значит, с дождём на него вылилось воды 4 умножить на 960 равно 3840 килограммов То есть почти 4 тонны Ну как, мало это, Циркуль? Вот это да! Меня бы смыло! Точно! В одном ведре в среднем 10 литров или 10 килограммов воды Следовательно, дождь пролил бы Считаем 3840 Разделить на 10 Равно 384 ведра воды Итак, Андрей, тебе пришлось бы вылить на бабушкин огород Почти 400 ведер воды Чтобы заменить то орошение, которое принёс дождь Длившийся, скажем, 15 минут Архи впечатляюще! А теперь весёлые задачки И речь сегодня пойдёт про объезд на дороге Посмотрите внимательно на этот рисунок Водителям приходится объезжать вот этот участок по запасному пути Обозначенному на нашем плане пунктиром Вопрос Насколько километров увеличивается путь, если ширина прямоугольника, изображающего объезд, равна 3 километрам? Как же тут посчитать? Мы же не знаем длину этого прямоугольника А нам её знать и не надо Поскольку путь равный длине прямоугольника Водители проехали бы в любом случае Даже если бы объезда и не было Значит, их путь увеличивается только на расстояние, равное двойной ширине прямоугольника А следовательно на 3 умножаем на 2 На 6 километров Архи впечатляюще! Ну а вы, ребята, не забывайте писать нам и задавать свои вопросы по адресу 109-147, город Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7 Телеканал «Радость моя» профессору Круглову Или оставляйте свои комментарии на сайте радостьмоя.ру А ещё присылайте на наш сайт свои математические головоломки Самое интересное из них мы будем вместе с вами решать в эфире нашей программы До новых встреч! Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok